Опрессовка в городе завершилась. Она длилась с 11 мая по 14 июня. Но порывы, выявленные в ходе неё, ликвидировать полностью ещё не удалось. Жители района ГАИ остаются до сих пор без горячей воды. Но не все, а частично 17 домов удалось подключить к горячему водоснабжению. В ходе проведённых мероприятий 17 домов удалось восстановить горячее водоснабжение в районе ГАИ. На данный момент 4 многоквартирных жилых дома остаются без горячей воды. Предположительно до 10 июля, до момента поставки 6 сельфонных компенсаторов подряд на организации. На сегодняшний день в городе отключено от горячего водоснабжения 11 многоквартирных жилых домов. Крупные порывы в районе микрорайона аэропорта и по улице Баймагомбетова удалось устранить. Сейчас имеется 4 порыва на теплосетях от котельной номер 3. Это район КСК. Там без горячей воды находится один многоквартирный дом. А в районе КЖБИ 4 дома отключены от горячего водоснабжения. Всего же в городе 15 порывов на теплосетях. Работы ведутся. Конкретно я вам сроки не могу сказать. Всё зависит от характера порыва. Требуется ли заварить, скажем так, заварить сам дефект, да, или вырезать трубу и поменять часть теплотрассы. Всё зависит от характера. Всё определяется после проведения раскопок, вскрытия теплотрассы подземной. Как сказал Нурлан Кашеков, исходя из опыта ликвидации порывов, на самый сложный уходит до 10 дней. А более простые устранят в течение суток. Ну а 4 дома в районе ГАИ будут ждать поставку компенсаторов из города Екатеринбург до 10 июля. Алексей Кудрявцев, Алия Дасмагомбетова, РТН.